Несколько стран, это и Южная Америка, и Италия, и Индия, и ряд диспанских государств для того, чтобы понять именно как право информационное общество, как это происходит. И основной уровень, который выиспекает весь этот свет, он заключается в том, что технологии нейтральны. У них, на самом деле, не заключена ни добра, ни дела, ни каких-то положительных реабилитаций информации, потому что это всего лишь технологии. И в данном случае это относится и к интернету, и к другим амплатформам, которые возникают в интернете, в мобильном телефонном приложении. И совершенно неважно, о чем будет речь, суть в том, что сами по себе технологии могут воспользоваться людьми с разными целями, в зависимости от их желания и задачи, которые имеют стояк. И, собственно, тот опыт, который различает от жителей разных государств, разных регионов, он тоже пристегает даже не с того, если у них доступ к интернету, в какой момент он появился. Хотя это влияет на историю интернет-социальных сетей в каждой конкретной стране. Но больше из структурных различий, из семейного воспитания, из того, что они знают, из школы, из университета, и в том числе, конечно, из тех привлечений, с которыми он пристался. Я сейчас очень похоже на это расскажу. И еще очень важно отметить, что очень серьезно различается то, с какой людей создавалась разная социальная платформа, и то, как ее в итоге используют люди. Идеи создателей могут быть какими угодно, вы все, наверное, знаете, осмотрели фильмы про создателей «Маркетс» в первом, и у него вообще не было в момент задачи создать главальную сеть. Да, он всего лишь хотел сделать развлекательную суть для студентов этого университета, но то, каким же он стал, кто, не мог бы сказать на самом деле, никто. Конечно, в разных странах одна и та же социальная сеть может выполнять совершенно разные функции. Это феноменозно, который выносит название «Коли-медиа», и за последние годы появился такой термин, который сейчас тоже в разных российских университетах, университетов, журналистики используется и изучается. «Коли-медиа» — это значит, что выбор площадки, выбор социальной площадки зависит опять же не от цены, а от социальных и моральных факторов. И одна и та же социальные сети в разных странах можно использоваться по-разному, и при этом, если в стране люди практикуют использование нескольких социальных сетей, и у них, по правилу, довольно схожий функционал, он может быть схожий, но в практике использования определяется одной из самых, так сказать, имидж одной из самых серьезных назначений для дискуссий, второй — для личных и английских, третий — для каких-то нескольких способностей. И это, на самом деле, не зависит от функционала. Но это достигается исключительно из практики использования «кто-то один нашел», и дальше все это не хватило. Например, такой пример Белли Миллер и его команда, которая, кстати, подробно изложила все свои исследования в книге, которая называется «Как мир изменил социальные медиа» на сочтение его аналога. Но можно назвать, например, привод отдельных статей в разные страны. И вот, в частности, они нашли такой пример в Китае. Вы это знаете, даже если Китайский интернет находится за великой специальной интернет-сетиной, там нет доступа к международным ресурсам, там местные социальные сети, местные мобильные приложения, и вот одно из них, которое обладает характерными жесткими местами, как и другие. В частности, по координатам ЖПС позволяет смотреть, кто из музея или знакомый, или вообще незнакомых людей находится. Вот это называется Китайский интернет. Уبر гора rankings псих eficи textures заранее, Продолжение следует...